Байонет. Один из первых штыков, который носился сначала как кинжал, а потом после того, как огнестрельное оружие производило выстрел, вставлялся в ствол. И ружье превращалось в копье, в пику. Таким образом, с изобретением штыка родилась современная пехота. Иногда использование непочесной оружии приводило потом доставление до носителя такой оружии. Адже в поляків повсюди вказывается, что ганьба и сорок, хлоп, чем орав землю, с тем и до боя пішел. То есть, использование козацько-селянским войск, боевых кис, каких-то других нестандартных способов оружия в поляків, в наших сопротивников, люди и сразу. И именно за использование этой оружии было это ставление до революзантов. Потому что носителя по честной оружии, которую считалось, шабля, мушкет и так далее, если его захватывали в полон, его выстрелали за то, что он перейшел на бок сопротивника. Но если в руки до сопротивника потраплял хлоп, не козак, с оружием в руках, то его ожидали просто страшные тортури и так далее. Как ни парадоксально, наиболее страшным видом оружия у казаков являлась боевая коса. Боевая коса переделывалась, разворачивалось крепление для древка. Как правило, приклепывался или приваривался кузнечной сваркой дополнительный крюк. И она превращалась в некую алибарду. Представьте себе ряды вооруженных боевыми косами касаньеров, как они назывались. Причем косы были разные. Как переделанные из фабричных, так и сделанные впервые сельскими умельцами, кузнецами. В некоторых дошедших до нас письменных источниках рассказывается, что даже регламентировалась в отдельных войсках, в отдельных частях длина древка у касаньеров. В некоторых совместная длина косы и древка должна была составлять человеческий рост по мочку уха. А в некоторых наоборот, только размер древка должен был быть по мочку уха. Это все объяснялось, наверное, тактикой конкретных командиров. Но более грозного оружия, чем коса, трудно было придумать. Визуально насолоджуючись обводами холодной оружии, часто забываешь про ее прямое призначение. Нищите врага у ручном режиме. Явище незвичное для часов дистанционной войны. Про это не дают забыть келепи, чи то боевые молотки, або чеканы. Они использовались и российскими, и воровскими козаками, и водночас турками, и запорезскими козаками. И сами казаки нередко при вооружении имели панцирь, и так и назывались род войск у них панцирники. И среди их противников, особенно польские крылатые гусары, носили панцирь. И чекан был одновременно и символом власти у казаков, и грозным боевым оружием. Классический восточный чекан, украшенный золотом, наверняка мог служить и оружием для пробивания доспехов, как кераса, так и шлема, так и ударным оружием типа булавы молотка. Справжняя булава, а не те, что делали, что наши лоточники впаряют гостям столицы на Андривском узвозе, была страшной оружием. Проте у козаков она большую мировую символизировала владу. А для того, аби гепнути супротивника по голове, они нечастіше використовывали пирнач. А нашим глядачам нагадуемо, что партнером показа программы есть мережа магазинов зброи «Ибис». Самое сакральное оружие у казаков была булава. Ничего более важного гетьманской власти или власти кашевого атамана, хотя периодически они их и сбрасывали, но ничего важнее этой власти для казака не было. Булава – это и оружие, и символ власти одновременно. Невозможно было взять себе в руки в оружие булаву или пирнач. Это все равно, что самозванцем объявить себя королем. В средние века за это преследовали очень серьезно. Эта булава типичная для времен, скажем, гетьмана сагайдачного. Применить ее довольно непросто. Она имеет свой серьезный вес, умноженный на рычаг, слабо не покажется тому, против кого она была задействована. Вот эти вот пирначи – это отличительные знаки полковников. Никто другой, кроме полковника, не мог владеть подобным оружием. Никто другой, который использовал во время боевых действий. Это именно пирнач в качестве оружия. Потому что булава на тот момент, если говорить даже про технологию ее выготовления, она уже перетворилась на атрибут влади. Они даже технологично непридатны для того, чтобы быть оружием. У них, например, пола трубка, в которой або ховалися документы, або вставлено стилет, або они выготовлены из экзотичных материалов. Ну, в большей мере, это, звичайно, атрибут влади. Но, если говорить про другую разновидность такой оружием – пирначи, то пирначи использовались как оружие однозначно. Причем про это пишет никто другой, как сам Богдан Зиновий-Кмельницкий. На жаль, если вспомнить современный статус речей, его влада, хотя и была очень мощной и авторитет был высокий, все равно он вызывал разные чувства в своих предданиях, и в том числе среди ближнего октября. И несколько разов на него были аттентаты, и подчас одного из них его ударили пирначем по голове. И если бы он это не предвидел, как он сам написал, и не носил под шапкой мисюрку, то его жизнь закончилась совсем иначе. Почти на всех изображениях один из основателей сечи Байда-Вишневецкий, князь Байда-Вишневецкий, был изображен с луком. Примерно такого размера. Это классический татарско-казацкий лук из рога, дерева и оплетки. Сейчас он вывернут в обратную сторону. Стрелял он до 100 метров. То, что вы видите сейчас, совершенно уникальное явление, тяжелый, мощный боевой лук. Смотрите, металлическая пластина, роговая пластина, опять металлическая пластина, мощное деревянное основание лука. И еще одна металлическая пластина образует рессору. Лук выгнут сейчас в противоположную сторону. Вот так он еще натягивался, и выстрел из этого лука был стрелой на несколько сот метров. До 400 метров показывают иногда источники. И далее могли выстрелить отдельные воины из тяжелого казацкого лука. А на сегодня наш эфирный час вычерпано. Команда «Арсеналу» разом и с партнером показу мережей магазинов зброи и безпрощается с вами. До наступных встреч и тримайте порог сухим. Хочешь миру? Готуйся до війни. АРСЕНАЛУ Вітаємо всіх шанувальників зброї та военної історії. В эфирі «Арсенал». Сьогодні ми продовжимо розповідь про систему озброєння козацького війська. Зокрема про його вогнепальну складову. Чим були озброєні козаки? Які системи використовували? Про все це дивіться далі в нашій програмі. Достеменні відомості про наявність системного масиву вогнепального зброя у козаків припадає на часи Якова Собеського. Пізніше, за свідченим баклами, у запорожців були у милітарному обігу фальконети, пищалю і шаблі. Вирушаючи у похід, кожен козак брав одну шаблю, дві пищалі, шість пунктів пороху, при чому важкі боєприпаси складав у човен, а легкі залишав при собі. Пищалі, як зауважував Бопла, були звичайною зброєю козаків, з якої вони дуже влучно стріляли. Системою саме було виготовлення пороху і селітри козаками. Про це є навіть низка королівських привілеїв для козацького запорозького війська. Якщо ввести мову про постачання планове, постачання зброєю, то, звичайно, про нього не можна казати, як про систему, як про принцип. Хоча перші козацькі загони, які формувалися різноманітними керівниками прикордонної служби, можна сказати, Речі Посполитої, вони отримували зброю з рук своїх власників, наймачів.